Удары в голову, ногами и руками. Нет, это не криминальная сводка. Это Кубок Республики по Панкратиону, который прошел в Мариел. Все подробности о битвах из спортивного комплекса «Юбилейный» в нашем сюжете. 26 декабря в спортивном комплексе «Юбилейный» было по-настоящему жарко. В Вишкороле проходил Кубок Республики по Панкратиону. Олимпийский контактный вид спорта зарекомендовал себя как единоборство, в котором нужно быть очень внимательным и физически подготовленным. Кубок Республики Мариел по Панкратиону. Возрастать сегодня у нас юниоры 18-19 лет и мужчины. На данном турнире у нас присутствует 70 спортсменов, примерно 9 или 10 команд. Это республиканские команды. В связи с обстановкой такой нелегкой все-таки нашли возможность провести соревнования. Ребята приехали, проводим соревнования. Борьба разворачивалась не на шутку, ведь каждый поединок был важен для спортивных клубов, которые боролись за Кубок Республики по сумме побед своих бойцов. В соревнованиях принимали участие и девушки, у которых за плечами блестящие достижения. Анастасия Богданова, чемпионка мира по Панкратиону, рассказывает, что на любых соревнованиях старается показать себя и выложиться на 100%. Первый раз стала чемпионкой мира в Белоруссии. Я провела три боя и стала первой. А второй чемпионат? В Италии. Вот, получается, в прошлом году. Какие цели ты себе сейчас ставишь в новом году? В новом году? Так как я студентка, учусь, четвертый курс, мне сейчас главное закончить университет и дальше продолжить работать. Панкратион в Республике с каждым годом становится все популярней. Ребята приходят в этот вид спорта, чтобы стать профессиональными бойцами, а также ставить себе цели быть первыми на турнирах. Панкратион очень сильно сейчас развивается. И мы хотим в Республике продолжить работу наших тренеров, наших наставников. Соответственно, этим сейчас как раз и активно занимаемся. Выходим и на уровень Приволжского федерального округа, на чемпионаты России. И также на мир ездим. Подготовили хороших спортсменов. У нас есть четыре чемпиона мира, два чемпиона Европы. Ну и призеры тоже, победители есть. Не стоим на месте, двигаемся. Слава Богу, все идет хорошо. Хотим в следующем году собирать большее количество спортсменов. Ну сейчас такая обстановка, что только можно 18 и старше проводить. Поэтому такое маленькое количество. Победители соревнований получили награды в виде медалей. А кубок заслуженно достался спортсменам клуба «Рать» Республики Мариэл.